Поражающие размерами пассажирские лайнеры, хищные профили истребителей, крылатые машины времен Второй мировой. Авиасалон Макс ежегодно собирает сотни тысяч любознательных посетителей и, конечно, представителей бизнеса, для которых летная техника – дело жизни. Здесь находят партнеров, заключают многомиллиардные сделки. В этом году у Макса турецкий акцент. Республика заинтересована в приобретении российских истребителей Су-35 и Су-57. Переговоры о сотрудничестве на площадке авиасалона провели Владимир Путин и Реджеп Эрдоган. Желаю всем участникам и гостям Макса больших успехов, плодотворных встреч, контактов и чистого неба над головой. Сотни отечественных и зарубежных компаний демонстрируют свои разработки в специальных павильонах. Самарская область – один из четырех российских регионов, которые представляют на салоне собственный стенд – впервые с 2013 года. Более 20 организаций, в том числе вузы, средние и малые предприятия. Здесь посетители знакомятся с разработками ракет-носителей среднего класса, двигателей для стратегической авиации, спецзащиты для самолетов и вертолетов, новинками беспилотных и малых космических аппаратов. Самарский университет представил спутник АИС-3. На орбите Земли уже несколько лет успешно работает его тезка – АИС-2Д. В сравнении с ним спутник нового поколения похудел на 200 килограммов, зато приобрел гораздо больше функций. АИС-3 будет решать задачи экологического мониторинга, наблюдения экологических процессов, то есть слежением за бассейнами рек, морей, за контролем полей. Здесь огромное количество предприятий и компаний, которые находятся в отрасли нашей, с которыми мы бы не пересеклись, бы вот просто так на улице, мы бы с ними не встретились никогда. А вот так вот мы зашли и познакомились с прекрасным производителем оптической аппаратуры, которые, в общем-то, мы можем устанавливать их на наши космические аппараты. Большое внимание бизнеса и посетителей привлекает беспилотный летательный аппарат «Сокол». Его уникальность в полной автономности. Для управления не требуется оператор. Зоркой металлической птицей интересуются представители различных сфер. В основном это безопасность. Безопасность, то есть это лесные пожары, спрашивают, как оперативно можно обнаружить. Потом нефтяная промышленность интересуется, розлив нефти никто не отменял. Такое случается. И, кстати, еще спасатели. Спасатели интересовались, как можно определить человека в лесу. В самарскую делегацию, которую возглавил губернатор Дмитрий Азаров, вошли представители ведущих предприятий авиационно-космической отрасли. В первый день авиасалона были подписаны договоренности, которые станут трамплином для развития науки и конструирования. Так, переговоры губернатора Дмитрия Азаровой и главы Роскосмоса Дмитрия Рогозина вылились в соглашение о сотрудничестве по ряду направлений. В частности, госкорпорация будет работать в тесном взаимодействии с научно-образовательным центром, созданным по инициативе главы региона. У нас самарсковость близкая, родная, много работаем с ней, большие корни и серьезные в регионе. Недавно я буквально был, вот как раз в четверг-пятницу в Самаре, поэтому у нас свежие впечатления от общения. Все планы мы сверстали, поэтому сейчас их фиксировали, эти подписания. Наш самарский НОЦ будет уже представлен как партнер не только для РКЦ «Прогресс», а для всей корпорации. Соответственно, мы будем получать новые знания, навыки. Мы договорились о научном обмене. Наши вузы будут получать ведущих специалистов в качестве лекторов. Мы договорились о проведении совместных с Роскосмосом конференций в Самарской области. Ну и, конечно же, наши научные и практические разработки будут использовать корпорации в первоочередном порядке. Еще одно соглашение, направленное на развитие НОЦ, подписано между Институтом регионального развития Самарской области и корпоративной сетевой академии. На стенде Самарской области Дмитрий Азаров провел совещание с топ-менеджерами крупнейших авиационно-космических предприятий региона. Руководители, в частности, поделились планами по использованию площадки авиасалона для налаживания полезных контактов, продвижения и повышения качества своей продукции. Здесь у нас намечен целый ряд встреч. Одно из ключевых мероприятий – это будет большая конференция поставщиков, которую мы впервые собираем с целью, опять же, регулирования вопросов по качеству и разработки дальнейших планов по улучшению надежности нашей техники. И, конечно же, МАКС мы используем как площадку, чтобы показать нашим молодым сотрудникам то текущее состояние отрасли, те перспективы, которые есть. Для широкой аудитории МАКС – это, в первую очередь, конечно же, авиашоу, потому что за трюками крылатых машин с одинаковым интересом следят и первоклассники, и солидные бизнесмены. В этом году в летной программе рекордное число пилотажных групп – восемь, причем две команды из Прибалтики. В небо над Жуковским поднимаются тяжелые истребители, ударные вертолеты, реактивные поршневые учебно-тренировочные самолеты. Гвоздь программы – это, конечно, новый истребитель пятого поколения Су-57. Самый насыщенный день будет 1 сентября, обещают организаторы. Георгий Федоров, Тимур Набиев, новости губернии, Жуковский. Георгий Федоров, Тимур Набиев, новости губернии, Жуковский. Георгий Федоров, Тимур Набиев, новости губернии. Георгий Федоров, Тимур Набиев. Георгий Федоров. Продолжение следует...